Глава шестая. Образ зверя. Кого представляет образ зверя? Что он делает? Кто дает ему власть? По мере нашего исследования мы чувствуем, что атмосфера накаляется. Ответы на эти вопросы содержатся в 13 главе книги Откровения. «И увидел я другого зверя, выходящего из земли. Мы уже узнали, что речь идет о Соединенных Штатах. Он имел два рога, подобные Агнчим, и говорил, как дракон. Он действует перед ним со всею властью первого зверя и заставляет всю землю и живущих на ней поклоняться первому зверю, у которого смертельная рана исцелела. И дано ему было вложить дух в образ зверя, чтобы образ зверя и говорил и действовал так, чтобы убиваем был всякий, кто не будет поклоняться образу зверя. И он сделает то, что всем, малым и великим, богатым и нищим, свободным и рабам, положено будет начертание на правую руку их или на чело их. И что никому нельзя будет ни покупать, ни продавать, кроме того, кто имеет это начертание, или имя зверя, или число имени его. Здесь мудрость. Кто имеет ум, тот сочти число зверя, ибо это число человеческое. Число его 666. Книга Откровения, 13 глава, 11, 12, 15 и по 17 тексты. Когда я читаю эти строки, внутри меня все переворачивается. Даже если это выглядит невозможным, Слово Божье говорит, что это произойдет. Во-первых, позвольте мне сказать, что я люблю свою страну. Я недавно вернулся из Европы и был рад своему возвращению. Но это говорит Слово Божье. Соединенные Штаты двурогий зверь сделает так, чтобы все живущие на земле поклонялись первому зверю через принудительное получение начертания первого зверя посредством закона. Слово «сделает» в греческом оригинале означает «заставит». Национальный воскресный закон будет введен в нашей стране. В первой главе мы уже увидели, что это событие не за горами, и обнаружили некоторые причины этого. Мы уже узнали, что двурогий зверь – это Соединенные Штаты. Первый зверь символизирует папство. Образ зверя – это религиозная власть, подобная власти зверя в нашей стране, которая предлагает многие из тех же ложных учений, большая часть протестантского мира. Говоря прямо, 13 глава книги «Откровение» открывает нам поразительный факт. Протестантская Америка будет принуждать всех поклониться папству и получить начертание посредством принятия национального воскресного закона, и те, кто не согласятся с его требованиями, будут пожинать последствия неподчинения закону. Когда человек опустится на глубину духовного разложения и примет этот закон, он не только создаст образ зверю в нашей стране, применив старые папские принципы преследований, но и установит для всех процедуру получения начертания зверя. И это не за горами. Вы видите, что навязывать начертание посредством закона в нашей стране будет не зверь, а его образ – протестантская Америка. В конечном счете, это сведется к тому, что нас вынудят либо подчиниться законам нашей любимой страны, и проявить непослушание Богу, либо нарушить законы земли и проявить послушание нашему Господу. И это будет настоящим испытанием. И если вы останетесь верными Богу, то на короткое время, предваряющее пришествие Христа, вы останетесь без работы, без права покупать или продавать, и все это под страхом смертной казни. Звучит неправдоподобно? Но все это уже в процессе. Большие религиозные группы, такие как Союз Дня Господня, желают этого. И уже печатают статьи, касающиеся этого вопроса. Вы видите, как разрушается принцип разделения церкви и государства? Национальный католический журнал говорит, все американцы поступили бы хорошо, если бы они обратились с просьбой к президенту и к конгрессу о том, чтобы издать федеральный закон. Если понадобится, то и поправку Конституции, чтобы сделать воскресенье национальным днем отдыха. Эти могущественные группы проявляют искреннюю озабоченность. Они работают над многими вещами, над улучшением телевизионных программ, над проблемой сохранения семей и т.д. Но чего они не осознают, так это того, что когда США действительно примет воскресный закон, он лишит религиозной свободы тех, кто выберет соблюдение Божьего дня, а не дня солнца, который римская церковь переняла от языческого обычая поклонения солнцу. И таким образом произойдет навязывание, начертание зверя. Те, кто согласится следовать деспотичному закону, зная, на что они идут, несомненно получат начертание зверя. Почему? Потому что они будут нарушать заповедь Божью ради заповедей человеческих. Иисус говорил «Но тщетно чтут меня, уча учением заповедям человеческим» Марка 7.7. Не поймите меня неправильно. Я люблю своего президента и свою страну. Я просто делюсь с вами фактами. И если вы все еще не можете оправиться от шока, который вы испытали, узнав о национальном воскресном законе, и о гонениях в нашей стране, которая также была и моей, все, что я могу сказать, приблизьтесь к Богу ближе, чем когда-либо. Он поможет вам, потому что эти события уверенно надвигаются. Верите или нет, но в Вирджинии, в моем родном штате, это уже произошло. Я имею в виду обязательный для исполнения воскресный закон и смертный приговор в случае его неисполнения. Прочитайте эту шокирующую цитату. В 1610 году первый воскресный закон в Америке в штате Вирджиния требовал. Все мужчины и женщины утром должны отправляться на богослужение и на проповедь в воскресенье. В полдень они должны присутствовать на богослужении, чтобы получить наставления. За первое нарушение этого закона они будут лишены пособий и содержания на всю следующую неделю. За второе нарушение они будут лишены указанного пособия и подвергнутся наказанию розгами, а за третье нарушение они будут казнены. Законы и порядки божественные, политические и военные для колонии Вирджиния впервые учреждены сэром Томасом Гейтсом, рыцарем, генерал-лейтенантом 24 мая 1610 года. Разве вы не знали, что законы, регулирующие режимы воскресного дня, все еще находятся в книгах штата Вирджиния? Их никто и никогда не аннулировал. Это противоречит Конституции, сказал юрист, проживавший в Ричмонде. Речь идет о тамошнем воскресном законе. Это религиозный закон, и он противоречит Конституции. Однако он по-прежнему там. Большинство штатов имеют такие голубые законы. То вводимые в принудительном порядке, то отменяемые на протяжении последних двухсот лет. Но национальный закон будет навязывать начертания зверя. Вы видите? Бог знает, о чем он говорит, и дает нам предупреждение, предупреждение любви. Удостоверение личности, номерные знаки. Что-то подобное позволит последователям воскресного закона покупать и продавать. Они будут обладать этими временными благами. На людей будут оказывать огромное давление с целью подчинения этому закону. Что побудит людей принять общенациональный воскресный закон? Преступления станут основным фактором. Обратили ли вы внимание на то, что смертный приговор возвращается в законодательную практику? Да. Преступления выходят из-под нашего контроля. Люди преисполнены ужаса. Люди испытывают гнев против преступлений, и это является причиной возврата к смертной казни. Несколько часов назад я остановился в почтовом отделении. Прочитав заголовки газет, стоящих на газетной стойке, я вынужден был взять одну из них. Заголовок этой газеты гласил «Убийца приговорен к смертной казни». Молодой человек был приговорен к смертной казни за убийство двухлетней девочки во Флориде. Ребенок был похищен, изнасилован и заживо похоронен. Теперь вы понимаете, почему с ужасным увеличением преступлений снова возвращается смертный приговор. Сам судья объявил, что было доказано то, что это уголовное преступление, караемое смертной казнью, было особенно чудовищным, нечестивым, греховным, зверским и жестоким. Несколько членов семьи молодого человека, писала газета, целовали и крепко обнимали судью после того, как судебное разбирательство закончилось. Во многих местах Библия выносит смертный приговор за такие преступления, как убийство, изнасилование, колдовство, гомосексуализм. В прошлом году в США менее 400 человек были приговорены к смертной казни. Теперь их количество достигло 1100 человек. Только недавно общественное мнение было направлено против смертной казни, теперь оно выступает за нее в соотношении два к одному. На основании библейского пророчества смертная казнь снова станет частью нашего общества. Какой ужас! Она возвратится и будет использоваться против тех, кто любит и слушается Бога. И дано ему было вложить дух в образ зверя, чтобы образ зверя и говорил, и действовал так, чтобы убиваем был всякий, кто не будет поклоняться образу зверя. Книга Откровения 13.15. Только несколько дней назад на городской улице в Атлантик-сити, штат Нью-Джесси, группа людей разговаривала с человеком, соблюдающим субботу. Они спросили его, его звали Томми. Что бы ты сделал, если бы тебя принуждали соблюдать воскресенье, а не субботу? Потом добавили, что если это будет стоить тебе жизни? Вы можете забрать мою жизнь, ответил Томми, но я буду следовать Библии. Удивительно! Понимали ли люди, о чем они его спрашивали? Знают ли люди, что происходит на самом деле? Использовать силу значит обращаться к методам дракона. Я молюсь, чтобы Бог удерживал эти жестокости в нашей стране. Я благодарен Ему за то, что Он будет делать это до тех пор, пока Божьи дети не получат печати на своих челах. Вторая причина того, что люди будут настаивать на издании воскресного закона, заключается в экономическом кризисе. Вы настолько хорошо понимаете всю ситуацию, что я даже не буду это комментировать. Третья причина – это религиозная, руководители, которые будут побуждать весь народ выступить за этот закон, убедив людей в его необходимости. Как было указано в первой главе, средства массовой информации и печатные статьи разлетаются по всей стране. Убеждают население в том, что все ухудшающаяся экономическая катастрофа не изменится в лучшую сторону до тех пор, пока соблюдение воскресенья не будет в обязательном порядке предписываться постановлениями и действиями правительства. Теперь мы с вами ясно видим в настоятельном призыве к насильственному получению начертания зверя исполнение пророчества. Но для обычного человека, который почти ничего не знает о Библии, этот призыв будет казаться наполненным здравого смысла. Изданию национального воскресного закона будут содействовать различные чудеса. Вы заметили волну огромного интереса, проявляемого в последнее время к сверхъестественному? Бог несомненно является Богом чудес, и по этой причине многие считают, что все чудеса исходят от Бога. Не зная Библию, они будут легко одурачены сатанинскими чудесами. Прочитайте это. «И видел я, выходящих из уст дракона, и из уст зверя, и из уст лжепророка, трех духов нечистых, подобных жабам. Это бесовские духи, творящие знамения. Они выходят к царям земли всей вселенной, чтобы собрать их на брань в он и великий день Бога Вседержителя». Книга Откровения, 16 глава, 13 и 14 тексты. «Все дело в том, что дьявол, так же как и Бог, способен творить чудеса. Посредством них весь мир будет введен в ложное поклонение зверю и получению его начертания. Совершаемые чудеса станут для многих людей убедительным свидетельством того, что деспотичный воскресный закон исходит от Бога, и они должны согласиться с его требованиями, если не хотят спасти экономику и саму страну». Одним из основных путей, которыми эти ложные чудеса обольстят миллионы людей, станут попытки посредством людей связаться с умершими родными и близкими, которые, как люди думают, находясь на небесах, общаются с ними. Люди, которые не знают простых истин слова Божьего, будут покорены этим непреодолимым обманом. Библия запрещает кому-либо устанавливать контакт с мертвыми, ибо так поступая они приглашают злых духов к общению. Вот почему люди, которые совершали подобное в библейские времена, наказывались смертью. Однако современные люди попадут в ту же самую западню. Сатана уже приступил к осуществлению этого обмана. На основе данных опроса, произведенного газетой, один из четырех американцев уже пытался связаться с мертвыми, а половина вдов в Америке и Исландии признались, что общались с мертвыми. Принятие национального закона о воскресном дне повлияет в первую очередь на Конституцию. Великий принцип отделения церкви от государства первым подвергнется дискредитации. Особенно первая поправка. Не заметили ли вы, как с недавнего времени повсюду идут разговоры об изменении первой поправки Конституции. Многие Штаты обратились с просьбой о Конституционном соглашении. Но беспокоит то, что в настоящее время многие руководители не верят в реальное существование разделения между церковью и государством. На основании пророчества эти великие принципы Конституции будут отвергнуты. Но Бог ожидает от нас, как от Его детей, что мы сделаем все возможное, чтобы не допустить этого. Пилигримы пролили свою кровь, чтобы даровать нашей нации свободу от религиозных преследований и нетерпимости. Должны ли мы смотреть, как у нас отнимают нашу религиозную свободу? И ничего при этом не делать? Те церкви, которых объединяет празднование воскресенья, объединяются в великое движение по обращению всего мира. Религиозные руководители уже вовлекли свои церкви в политику, поскольку национальный воскресный закон будет религиозным по своему содержанию, то дьяволу будет выгодно, чтобы они вовлекли свои церкви в политику и попытались положить конец разделению церкви и государства для издания религиозных законов. Это шокирует, но в настоящее время большинство великих политиков, а также религиозных руководителей выступают против разделения церкви и государства. Вы заметили это? И они даже не пытаются скрыть это. Да, нашему удивлению нет границ. Воскресный закон будет издан для того, чтобы решить чудовищные проблемы, с которыми мы сталкиваемся, и объединить весь христианский мир. Мороз прошелся по моей спине, когда посреди ночи на мощной станции радиовещания, расположенной около Вашингтона, округ Колумбия, холодный как сталь, глубокий голос вещал, что на нас лежит проклятие Божье, которое будет снято только тогда, когда страна покается и возвратится к Богу через соблюдение воскресенья. Именно религиозные руководители в большей степени будут принуждать всех поклоняться первому зверю. Чтобы поклониться первому зверю, не обязательно присоединяться к определенной церкви. Все, что вы должны будете сделать, последовать за знаком его власти, а не за знаком власти Бога. И таким образом почтить эту власть выше власти Бога. Можете верить, можете нет, но Библия говорит о том, что кровавые бесчинства, происходившие во времена темного средневековья, повторятся снова. Наше общество настолько подвергается манипуляциям, что в ближайшем будущем получение начертания зверя станет для всех желаемым действием. И дивилась вся земля, следя за зверем. И поклонились дракону, который дал власть зверю, и поклонились зверю, говоря, кто подобен зверю сему, и кто может сразиться с ним. Книга Откровения, 13 глава, 3 и 4 тексты. Те, кто осмелится выступить против этого закона, будут считаться отбросами общества. Худшее, что вы можете сказать о человеке сейчас, назвать его членом культа или секты. Те же, кто осмелится противостать начертанию зверя, будут считаться самыми последними сектантами. Их будут обрабатывать представители власти. И когда штрафы и все возможные виды экономического бойкота не окажут желаемого эффекта, их приговорят к смерти. Книга Откровения, 13 глава, с 15 по 17 тексты. Мужчины, женщины и дети всякого общественного сословия будут спасаться бегством и укрываться в самых безлюдных местах, а тех, кого обнаружат, будут бросать в темницу, где они будут ожидать наказание. Их обвинят в войнах, распрях и ужасных природных бедствиях. Подобно своему спасителю и миллионам мучеников, предшествующим им, они будут оставлены дорогими их сердцу людьми, их будут высмеивать, на них будут смотреть как на бедных глупцов, которые навели на нас все эти несчастья. Когда эти верные богу-люди предстанут за свою веру перед судьями, вопрос о субботе распространится по всему миру. Истина четвертой Божьей заповеди будет рассматриваться в противопоставлении ее подделки, которую образ зверя будет пытаться навязать посредством закона. Несмотря на борьбу, стремление к удовольствиям и хаос, царящий в этом мире, все придут к тому, чтобы получить либо печать Бога, либо начертание зверя. Сатанинские духи выходят для обольщения всего мира. Те, кто сделают Слово Божье своим путеводителем, не поддадутся этому всемирному обольщению. Они откроют для себя истину о Святом Дне Иисуса и будут соблюдать Его в послушании и исполненной любви благодарности даже перед лицом издевательств и смерти. Тогда, когда все примут решение, а это будет короткий промежуток времени, закончится время благодати, и Иисус произнесет самые торжественные слова. «Неправедный пусть еще делает неправду, нечистый пусть еще сквернится, праведный да творит правду еще, и святой да освящается еще». Книга Откровения, 22 глава и 11 текст. Каждое дело было рассмотрено к жизни или к смерти. Затем семь последних и ужасных язв из Книги Откровения, 16 главы и зальются на нечестивых, а при шестой язве произойдет глобальный конфликт. Независимо от того, как вы смотрите на это событие, Великий Кризис постепенно овладевает нашим миром. Этот глобальный конфликт будет таким событием, которое не может представить даже самое бурное воображение человека, как он будет выглядеть.